Височная кость ос-темпораля парная. Она состоит из трех частей. Чешуйчатая часть парс-скуамоза. Каменистая часть парс-петроза. Барабанная часть парс-темпаника. Чешуйчатая часть парс-скуамоза. Участвует в образовании боковых стенок черепа и относится к покровным костям. На ее мозговой поверхности, фациис церебралис, заметны следы мозга, пальцевые вдавления, импрессионис дегитата. От нее отходит скуловой отросток, процесс изегматикус, который идет вперед на соединение со скуловой костью. По своему началу скуловой отросток имеет ямку для сочленения с нижней челюстью, фоса мандибулярис. В глубине нижней челюстной ямки имеется щель фиссура тимпано-скуамоза, которая разделяется на фиссура петра-скуамоза и фиссура петра-тимпаника. На нижней поверхности скулового отростка помещается суставной бугорок, туберкулом артикуляре. Барабанная часть, фар-стимпаника, височной кости образует передний, нижний и часть заднего края наружного слухового прохода. Наружный слуховой проход, миатус акустикус экстернус, представляет собой короткий канал, направляющийся внутрь несколько вперед, ведущий в барабанную полость. Верхний край его наружного отверстия, порус акустикус экстернус и часть заднего края образуются чешуей височной кости. Каменистая часть фарс-петроза или пирамида имеет три поверхности. Переднюю, заднюю и нижнюю и три края. Передний, верхний и задний. На передней поверхности пирамиды, вблизи ее верхушки, заметно небольшое вдавление, импрессия тригемини. К наружу от него проходят две тонкие бороздки. Медиальная сулькус нерви петрозе майорис и латеральная сулькус нерви петрозе минорис. К наружу от этих отверстий заметно дугообразное возвышение. Поверхность кости между эминенция аркуата и сквама темпоралис образует крышу барабанной полости. Тегман тимпани. Приблизительно на середине задней поверхности пирамиды находится внутреннее слуховое отверстие. Порус акустикус интернус. Которая ведет во внутренний слуховой проход. Меатус акустикус интернус. По верхнему краю пирамиды, разделяющему переднюю и заднюю поверхности, проходит хорошо заметная бороздка. Сулькус синус петрозе супериорис. Задний край пирамиды, кпереди от фоса югулярис, соединяется с базилярной частью затылочной кости и образует вместе с этой костью сулькус синус петрозе инфериорис. На мозговой поверхности основания пирамиды проходит глубокая борозда сулькус синус сигмаида. От нижней поверхности пирамиды, обращенной на основание черепа, отходит тонкий заостренный шиловидный отросток, процессус стилоидус, служащий местом прикрепления мышц. Между шиловидным и сосцевидным отростками находится шилососцевидное отверстие, форамон стилом астоидуум. Медиально от шиловидного отростка расположена глубокая еремная ямка, фоса югулярис. Кпереди от фоса югулярис, отделенная от нее острым гребнем, находится наружное отверстие сонного канала, форамон коротиком экстерном. Наружная поверхность вытягивается в сосцевидный отросток, процессус мостоидус. На медиальной стороне сосцевидного отростка имеется глубокая сосцевидная вырезка, инцизура мостоидая. Еще более кнутри небольшая борозда, сулькус артериак цепиталис, след одноименной артерии.